Привет, Хэндимэн и Хэндибумэн! Сегодняшний заказ это заказ от моих, одних из первых клиентов, которые были у меня, когда я только начинал работу Хэндимэном. Сегодня они попросили меня приехать к ним домой и установить перила на лестничных пролетах в бейсмент и на второй этаж. Сейчас покажу, как это все влезло в мою машину. Конечно, багажник не закрывается до конца, но что поделать. Мне не хочется крепить все это дело наверх, поэтому перевозить я буду это все в салоне. Вот так вот это выглядит в моем салоне. 11 фитовые перила такого плана. И крепление для них, и покрытие лаковое. Дальше не вылазит, багажник у меня не закрывается. Конечно, можно изловчиться и все это дело как-то еще продвинуть, но мне и так достаточно. Что, едем устанавливать? Естественно, я ни разу не устанавливал подобные перила и понятия не имею, как их ставить. Но я видел в других домах, как они примерно установлены. И как обычно по наитию я буду делать и здесь. Купил, как мне кажется, все необходимые детали для установки. Купил, как мне кажется, правильное покрытие для этих перил. Сейчас пойдем попробуем поставить, посмотрим, что из этого выйдет. Купил, как мне кажется, все необходимые детали. Купил, как мне кажется, все необходимые детали. В море нечим подрясти. Сживаю кот-пот motion by С пластмассовый скал Все узнал Лу-у-у-у В море подололи И пусть на Аллык ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ждем, когда-то все просохнет. Далее нанесем лак. Пока мы ждем восхитания, второй. Первый. Април мы поставим второе. Ну что, ребят, снизу хорошо сформировано. Второй перилок у нас получилось. Отлично просто. Верхний перил у нас просох. Что ж, давайте попробуем покрыть его лаком. Посмотрим, что из этого выйдет. Хотя и так хорошо. Ну что, я думаю, надо покрыть. Он все равно чуть-чуть шуршавный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олимпий минут. Ребята, посмотрите, какая красота у нас получилась. Второй этаж. Все блестит. Ощупь еще не высохла. Уже чувствуется приятная. Красота. Осталось все тут покрыть лаком, и все. Готово на сегодня, сейчас нам подсохнет. Я так понял, здесь сегодня-нибудь теперь живет мама с ним. Поэтому он решил сделать для мамы перила, чтобы ей было удобно подниматься наверх. Очень благородно отношение к маме. Рисы там, ребята. И делать для них все, что они захочут. Даже перила в съемной квартире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ребята. Устанавливал перила. Там все это дело выглядит. Получилось очень даже неплохо. Я считаю, сейчас подсохнет все. Я поехал домой. Всем пока. Ставьте все к сумму. Задача на сегодня снять вот эту лейку. Поставить вот эту лейку. Более современную. С такой штукой. И с кабелем. Также поставить два поручня. Там и там. Вот такого плана. Первое, на первое, что нужно сделать. Снять старую лейку. Она снимается очень просто. Таким вот образом. В амплете у нас идет вот такая пакля. Намадываем паклю. И крепим вот эту штуку. Обязательно насушиваем крантик. Чтобы наша импровизированная пакля хорошо прилипала. Это тот клиент, которому я недавно перила устанавливал. Он опять не позвонил. Так как он понял, что я словно ветер не бросаю. Делаю все четко. И пора все равно приехать и остановить. Теперь накручиваем паклю. Так она закручивается. В какую сторону резьба? Резьба у нас как обычно, стандартная. Полчасовой стрелки закручиваем. Соответственно, паклю нужно закручивать тоже по часовой стрелке. Расправляем ее таким вот образом. Она не должна у нас перекручиваться. Она должна у нас быть равномерно распределена. И накручиваем ее. Пучасовой стрелки релеет. Делаем небольшую надежечку. Захватываем всю резьбу. Много не надо. 3-4 витка будет вполне себе достаточно. Такая штука у вас должна получиться в конечном итоге. Даже много нам подтолкать. Все, теперь берем районные резинки за защитой от мусора, от всякого. Накручиваем терапевтия. У нас есть фаски для ключа. Возьмем ключ. Я проваливаю связи. Все, тут обраганжет в весе. Таким вот образом. И подкрутить. Все на совести. Вот так вот. Синами не надо крутить, потому что можно сломать. Как известно, если сломается, то это мы всегда собираемся. было на последовательности. Берем шланг и лейку. На защитные заглушки. И крепим лейку. К одному концу. Тут уже не нужно использовать никакую папку. Просто закручиваем. Закручиваем с ним. Забеждаемся на очередине. И надежно закручиваем. Толк мешает. Проберяем, как это дело работает. Вот, ничего не протекает. Денис на оброс. Потолок не дает. Видите, откручивается. Надо по себе затевать. Докрутил бы сильней. Действительно было не докручено. Сейчас все четко. Держится. Регулируется. Как хочешь. Хошь так, хошь так. Простепаем к установке поручней. Что мы имеем? Давайте посмотрим. У нас есть такие штуки. Китайцы западлицах вот так. И потом вот эта штука сюда. Все понятно. Давайте найдем дерево здесь. А вот и наш центр. Даже не будем париться. У нас днем чопщики, которые шли в комплекте. И их основанно. Эти дырки. Там, где мы попали в стат. Чего представить не будем. Ребята, дырки проделаны. Я расположил их наиболее выгодным способом. Чтобы у меня два попали в стат. Видимо, стат вот сюда уходит. Но это уже слишком близко к ручке получается. У нас будет два в стат. Один в плите держаться. Здесь также один в стат, а два в плите. Это будет достаточно. Плита толстая, прочная. Я замучился ее сверлить. Все сверла вам почернели. Давайте быстренько поставим ручку. Ставим уровень. Уровень кажется нам. Щетка в цель. Один поручень готов. Сейчас ставим еще один. Все. На сегодня все. 300 долларов в кармане. Погнали. Я думаю, вообще можно не париться. Не искать некие стадо. Она должна просто зафигачивать в плитке. Она надежно крепится. Держится здесь довольно-таки толстая плитка. Ручная. Но если человек будет падать, и всем весом она повиснет. Через пидку, конечно, нравится. Попробуем. Да, ребят. Через цемент. Штука бесполезна. Доверимся теории. Посмотрим, будут ли там стады. Просто другого способа отыскать их там. Я не вижу, ребят. Если видите, я мог найти с той стороны проверю стенку. То здесь. Это утопия. Там, кстати, знаете, какой сюрприз может ждать? Там нас может быть ждать просто бетонная стена. Тогда это вообще в корень прощается стоится. Так как там несущая стена, обычная точнее. А дом весь у нас цементный. Я оповедаю, что она все-таки цементная. Так, теперь надо проверить уровень, который она будет. Почитаю это делать как неудобно. То есть вот так. Так мне неудобно. Вот так. Как вам удобно. Ну что ж, давайте сверлить. Да, ребят, моя теория оказалась абсолютно верной. Здесь нету саба. Скорее всего, пассажер идет. И то неизвестно, где он там. Поэтому крепим просто в эту мегапручную плитку. Все готово, ребят. Все надежно, все классно. Душ установлен. Порочни установлены. 300 баксов в кармане. Сегодня меня вызвал клиент, которому я уже делал получается два месяца назад полки. К сожалению, эти полки не выдержали такого массивного количества вещей. Они были подпорты таким способом. Они просто выгнулись. Просто все выскочило. Поэтому я по рекламу не дал клиенту купить другую систему, более надежную систему. У нас он списался. Я ему порекомендовал. Он съездил, закупил ее, привез. Сейчас я буду убирать старые, ставить новые. Для начала мы автоматируем старые все крепления. Система выглядит вот таким вот образом. Хочет, чтобы было вровень с этим полки со всеми. здесь вот здесь рука. Готово все. Система куда надежнее и выдержит любые нагрузки. Сворачиваемся и уходим. Осталось поделиться с местом, так как здесь унитаз, я думаю, что будет хорошо. Здесь одна, чтобы с унитаза было легко вставать. На втором этаже, чтобы было удобно мыться, купаться. Там, думаю, смысла нет ставить здесь дверь, смысл здесь ставить абсолютно никакого. Сейчас подойдем, хозяйку спросим, как она хочет. В общем, ребята, заставил я подняться женщину, которая еле ходит, настаивал ей на том, чтобы поставить сюда, думаю, поставить. Чтобы ей было удобно вставать с туалета и залазить в ванную. Но она изъявила желание остаться здесь, вот таким вот образом, чтобы ей было удобно вставать из ванны, когда она лежит здесь. Но все-таки здесь, чтобы ей было удобно что-то делать, не знаю на что. В общем, что хотелось бы сказать, всегда обговаривайте с клиентом его пожелания, это очень важно. Потому что на словах одно, сделать так же, как ты сделал до этого внизу. А по факту совершенно по-другому все получилось. Так вот, не пренебрегайте этому, даже если вы не знаете английский, все равно старайтесь не объясняйтесь. Мы нажауливаем крепление, чтобы отметить дырки на стене, где мы будем засверливаться. На этот раз крепим все грамотно, чтобы у нас не оказалась дырка за ручкой. И нам потом невозможно было подвесить отверткой, чтобы закрутить, как это было в прошлый раз. Вот мы вставляем все вот так, с обеих сторон. Потом берем маркер, который у нас как раз проглазит практически. Делаем отметки. Так чувствую себя неловко. Такое ощущение, что я заставил ее подняться на второй этаж, чтобы она показала мне. Она еле ходит, и пока она поднялась, она что-то повредилась, видать, как-то. Сейчас она срочно, я слышу, что пытается заказать доставку каких-то медикаментов с аптеки. Но это, полагаю, какое-то обезболивающее. Она начала вызывать еще, когда поднималась, на лестнице встала, начала звонить. Калин сказал? Я сделал. Посмотреть пойти, что за стены находится. Вдруг там какой-нибудь электрощиток стоит. Прежде чем сверлить. Ну что, нету-то? Кстати, спонсором видео является компания Araiobi, которая производит инструменты и сверло. Инструменты, я знаю, что на них говно. Сверло, как выяснилось, тоже. Сколько я помню, когда работаешь с керамикой, и сверло очень сильно перекрывается, его нужно остужать постоянно. Возьмем этот стакончик. Выберем его водички. Поставим рядом с собой огонь. Не надо времени помакивать. Упс. Отломился кончик сверла. Парабаби, привет. Я остался там. Котиру доставать. Никогда не покупайте дешевый инструмент, ребята. А если магнитик, то подмагнитить. Вау, смотрите, ребята. Он просто развалился там. Я его магнитно вытащил оттуда. Блин. Кто? Халберт. Клевые магниты, делает премиум качество. Однозначный зачет. Из-за того, что я в воде остужаю их. В прошлый раз все шло четко. А сейчас чуть не идет. Еще один развалился. Попробуем еще раз достать его. На этот раз не токсин, просто. Торкните. Отломает сверстуфончик. Это я попал, конечно. Охладил. Ничего не остается, как использовать сверло по бетону. С горем пополам. С горем пополам насырлил я этих дыр. Он же примерился. Одна подходит. Что поедем сверло покупать. Получилось просто супер. Делаем вторую быстренько. И еще. Когда я пришел к ней. Она мне сказала, что у нее холодильник перестал воду выдавать. Я ей сказал выключить температуру. Пусть, скажем, нароется холодильник. Как бы. В прошлый раз я с этого брал денежку. Сегодня я дал свет бесплатный. Нужно быть лояленным своим клиентам. Я больше уверен, что он не заработает. Они напишут хозяину квартиры. Он напишет мне. Я приеду. Я отремонтирую. Давайте проверим. Здесь могут быть какие-то коммуникации. Не знаю. Мало ли. Тут кому-то в голову взбрело привезти. Вот сюда вот. Коммуникацию. Нам бы не хотелось забиться на трубу. Коммуникативная диверсия. Да. Вот оно. Вот оно нужно проверить. Так. Мы видим, что другая у нас уходит вниз. Крантика вверх. Все здесь четко. Закрываем. Никаких извращений там нет. Поэтому смело. Мы видим, что кран уходит один сюда. Второй сюда. И вот этот кран у нас идет четко вверх. Поэтому смело запиливаемся здесь. Не боясь вследствий. Холодильник заработал. Вот так. Делательно починить. Финиш. Все. Закончили. Сворачиваем все. Ребят, и вот хотел бы показать вам, что произошло с моими сверлами. Компанией Ряоби. Покупайте только качественные сверлушки. На часах за полночь. А я все никак не могу последний заказ доделать. Наконец я добрался. До моей постоянной клиентки Мелани. Купила себя на стульчике. Пишет мне. И не может никак разобраться с инструкцией, собрать. Это тот клиент, где я собирал кухонную гарнитур. Ребят. Короче. Четыре таких стула. Один большой стул. Какие-то основания. Сейчас у кого как находится. Берем сюда. Чуть-чуть. Такой получается. Похожен, правда. Ребят, ускоряемся. Еще один готов. Текст. Джигали. Остался еще один простой. И один суперсложный. Готово. Все четыре табуреточки готовы. Осталась самая жесткая. Ребят. Что-то мне подсказывает. Что это нужно клеить, наклеить. Потому что я вижу здесь клей. И веревку. Я надеюсь, нет этого. И слава богу, здесь шурупы, ребят. Просто нам собрать и шурупить. Ничего не записалось. Но я собрал. Кусок. Я скачу протестировать это дело. Пошел за раз. Пошел за раз. Я смотрю на ролик. Думал, сколько с нее запросить. Думал, запрошу с нее 250. По итогу она что говорит? Она же почасовая с собой договоренность. Я такой, е-мое. Два часа времени. Сколько я потратил? Два часа времени, говорю. Окей, 160. Она говорит, нормально. Я говорю, ну что поделать? Раздоговоренность. Конечно, нормально. Так что, ребят. Запоминайте, записывайте лучше. С какими клиентами и на каких условиях вы работаете. Чтобы потом у меня просто волосится, как я сейчас. И сразу обговаривать. Если у нее там пять стульев, то, соответственно, называйте свою стоимость за сбор этих стульев. И берите соответствующую сумму. А не так, что я мог собирать их 10 часов сидеть и колупать отверткой. Но я же решил ускориться. Взял шуруповерт. Всем пока. Поехал отдыхать.